Михайловцам просто повезло, что пятый день Великого Поста в 2018 году совпал со светским праздником Днем Защитника Отечества. Благодаря официальному выходному многие верующие поспешили в Кафедральный Христорождественский собор на архиерейское богослужение. Думаю, что это стало причиной большого стечения молящихся, а еще любовь к ладыке и желание помолиться с духовенством первого и второго Михайловских округов. Ладыку встречали оба благочинных, протерей Сергей Арсентьев и протерей Сергий Орлов. День выдался морозным, но божественная благодать согрела ожидающих архипастыря ранним утром 23 февраля возле стен Величественного Собора Рождества Христова. Храм Рождества Христова в Михайлове кафедральный, потому часто именно в нем происходят архиереи. В этот день управляющий Рязанской епархией возглавил в Михайловском храме вечерню и литургию прежде о священных даров. Храм Рождества Христова в Михайловском храме «На три птицы небесные привлекают, от среды храме не дадят глаз, напояя ей город и выско них своих, от клада дел твоих насытится земля, прозябая траву скотом, и злак насов бы человеком, извести хлеб от земли». «Вещение какой-то радости, света. Сегодня много священника приехало, и, конечно, много людей. Ведь каждый человек, который приходит сюда, в храм, приходит с радостью, он приносит частичку добра, любви и радости. И когда все вместе люди добрые молятся Богу и радуются, конечно, становятся радостнее. Ведь пространство, оно воспринимается не только нашим глазом, оно воспринимается и нашим сердцем. И поэтому, конечно, сегодня было очень радостное богослужение, потому что много людей пришло в храм, и много людей защищало». В Христорождественском храме к встрече владыки готовились основательно. Тамара Васильевна Ястребова не присела ни на минуточку, старалась сделать все для того, чтобы радость осталась в памяти участников этого праздничного события. И пусть начало Великого Поста, время усиленной молитвы и больших духовных трудов, архиерейское богослужение всегда михайловцам утешение и подкрепление их духовных сил. «Я очень довольна, я здесь живу сейчас». Мне спрашивают, а, что-то я как-то однажды кому-то что-то такое... Она говорит, ну ты нанялась и делай. А я ей говорю, вот видишь, как я у Бога нанята. «Это же счастье вообще, нанялась, как ты делай». «Да, да, ну вот я стараюсь, 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 как могу, так и делаю». «А Господь помогает, да?» «О-о-о, давление высокое, пол мыть некому, подойду к батюшке. Батюшка, благословите, благословила, слава Богу, помыла пол и от домой пришла. И давление еще не очень, не смертельное. Так что, слава Богу, я довольна». Мария Васильевна пришла к Богу лет 17 назад. Тогда она была яростной атеисткой. Молодость ее прошла в безбожии. Сегодня она скинула с себя ветхого, мертвого человека и облеклась в нового Адама, в Господа нашего, Иисуса Христа, и обрела смысл жизни. «Я была и секретарем в коммунистической организации, и была во всех организациях. Я была настолько светская, что мне это было, церковь мне просто претила. И, слава Богу, Богу пришла без скорбей. Просто пришла. Мне помогала в этом старшая сестра. Ну, вот так и оказалась я». «А как сестру вашу зовут?» «Сестру моя Ольга зовут. Ей вот два года, в четвертом, как она умерла у меня. Ее сбила машина, погибла. Она меня привела к Богу. Слава Богу». Внучок Тамары Васильевны Кирилл Гаврилов – воспитанник воскресной школы при Покровском женском монастыре. Он мужественно выставил вечернюю и литургию прежде освященных даров. Затем молебный канон святому великомученику Феодору Тируну. Чин освящения Колева и получил дар от Бога. Владыка доверил мальчику держать свой посох, пока раздавал чай участникам богослужения. Песня. 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 Душу вообще ты чувствуешь? Да. Мы иногда танцы, какие-нибудь спектакли показываем. А как в ночь, где у тебя наша душа находится? Ну, в сердце. Ну, покажи. Где, примерно? Здесь? Ты ее чувствуешь? Нет. Не чувствуешь? Ну, бывает такое, когда вот... В общем-то, ты насаживаешься, да? А вот сегодня служба архиерейская, она тебе произвела впечатление? Какая-то около, длинная такая была. Да, устала еще очень. Устала чуть-чуть? Да. Но все равно, вот как ты вообще все это пережила? Ну, так себе. Ну, потом тебе владыка еще дал посох держать. Как в этот момент ты себя ощущала? Как мне было гордо уже осталось. Серьезно? Да. Ну, ты почувствовала в себе прилив сил? Да. Хорошее настроение? Какой он посох? Как ты ощутил посох владыки? Не знаю даже, как сказать. Ну, скажи, вот как ты почувствовала в этом момент? Ну, гордость, потому что, понятно, гордость еще есть. Еще что? Доверие, чтобы она доверила. Я довольна. Я так счастлива. И счастлива за то, что и дочка ко мне пришла к Вере, и внук у меня здесь вот в кранике. Кирюша. Да, Кирюша. Курючок. Так что я за все рада и за все благодарю Богу. Интересный мальчик такой. Он, он, он. Слава Богу, да? И в воскресную школу ходит, и все. И сегодня сподобился посох артирийский держать. Ну, я говорю, ты думаешь, это что? Я говорю, это счастье большое, Кирилл. Я говорю, не посрами у Бога-то, что вот Бог тебе такие дает. Вот и мы живем. В этот день в храме Рождества Христова встретился мне хороший знакомый Олег Титов. Восхищенный пением церковного хора, он не переставал восторгаться, задавая один и тот же вопрос. Где же так учат петь? Вопрос Олега меня вдохновил на интервью с прекрасными представительницами певческого состава. На архиерейском богослужении на клиросе Христорождественского кафедрального собора Михайлова давали эмоциональный импульс певчей Рязанского, также Христорождественского кафедрального собора во главе с регентом Натальей Викуловой. В душеприятной беседе Наталья рассказала о своих любимых песнопениях и важности труда регента. Песня. Хор и такие у вас тонкие, такие нежные голоса. Сегодня даже мой знакомый, Олег Титов, он говорит, как они поют, у меня душа трепетала. Говорит, вот бы так научиться петь. Вы где учились петь так здорово? Ну вот на клиросе, наверное, и учились. Ну у вас, наверное, музыкальное образование есть? Да, 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 есть музыкальное образование и учителя музыки у нас есть. Ну вот Галина Владимировна, учитель музыки школы. Вот Галина Владимировна, Галина Владимировна. А в какой школе учитель музыки? В пятой музыкальной Бабулевской школе. А как получилось так, что вы вот из школы пришли в церковный ход? Случайно. Вот расскажите об этом. Пришла подработать. И осталась надолго. Ну а вот изначально вы пришли чисто вот из-за финансового вопроса. А потом у вас все изменилось. А вот как это все происходило? Ну вот как-то само все получилось. Даже не знаю, как вам сказаться. Благодаря людям, наверное. Ну и люди помогали, да. Время пришло, наверное. Все очень скромные. Рыбивые девочки. Ну, мы из Кафедрального собора Христорождественского. Просто мы вместе уже поем много лет. Уже больше десяти лет вместе. Ну и, наверное, вот эта сплоченность, какое-то единомыслие сказывается на общем пении. К тому же девочки это все очень любят. Самые ценные. Как бы с душой подходят к этому делу. Так вот назад мы приезжали. И на Рождество год назад приезжали. И вот вы пели. И такая слепа, она вот благодаря вашему пению, она приобретает особую такую нежность и воздушность. Такую духовность. Ну, слава богу. Это очень хорошо. Это правда ценно. Потому что как бы и жить надо так по-английски стараться. Вот вы пели сегодня душой, получается. Не голосами, а душой. Вы это же сами ощущаете во время пения? Что-то происходит с вами? Ну, мы душой где-то, может быть, и отвлекаемся. Так что прям цельно, что ты концентрируешься на словах, например, просто стараешься, чтобы самому нравилось. Когда нравится, тогда и людям нравится. Чтобы не быть равнодушным самому. Понятно. А бывают такие какие-то особые суббовые моменты во время пения? Вот суббовый момент сегодня был, когда мы пели трио в середине храма. И я всегда стараюсь в этот момент молиться, чтобы быть сопричастной ко всему, что происходит. Чтобы не оставаться равнодушным. Это обязательно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И действительно, прав Олег. Хор усиливает восприятие богослужения, помогает священникам донести молитву до людей. И если пение пропущено через таланты душу, то энергия сердца увеличивается. И ангельское пение, рожденное обычными людьми, уносит тебя в горний мир. Соединяет с Богом, Царицей Небесной, с небесными силами и святыми отцами. ПЕСНЯ 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 Прискажите себе фамилию и имя. Викулова Наталья Васильевна. Я тоже Наталья Васильевна. А я вас давно приметила. Вы такой репортаж сделали. Прям столько прекрасных слов вы говорили. Я думаю, ничего себе. Прям с таким вот огоньком. Это очень ценно. Я вас прям заметила. Думаю, надо же, какая молодец. У нас более холощенная такая информация идет на канале. Ну, все хорошо, а не хорошо. А у вас прям такое вот живое слово в глубинке. Думаю, вот. Ну, прям вот то, что нужно. Потому что всем надоело уже какое-то вот... Ну, констатация классных событий. Хочется вот живой веры. Вот действительно живой. Мы там полностью согласны. Ну, если бы... Ну, где она? Где она? Вот мы все стоим. И, наверное, не поздоровываемся. Мы такие православные. Я не знаю. Все в себе. Аскетичные. Все в себе. Никогда к себе не подходят. Нет, не аскетичные, наверное, а очень замкнутые такие. Да, вот это то ли русские такие, то ли... Ну, что это? А наоборот, русские широкие. У них широкая душа. Мы должны быть широкими. Она широкая, но к себе сразу не пускает. Может, она где-то уснула это? Может, надо это разбудить? Может, когда попросят, тогда вот все начинают... Пожалуйста. А вот подойти просто как-то... А ведь мы все прадеды и сестры в Христе. Мы все причащаемся. Мы все принимаем святой кустовки. Много злых малых друг. Поэтому надо дружить. Да, вот и дружили. Не троживайся с людьми. Ну, у меня вообще образ жизни. Дом-храм, дом-храм. У меня больше никаких забот. Я в этом живу. Какая-то. Ну, у меня еще... Ну, семья-дом. Не о том, что вы в этом храм были. У меня семья маленькая. Мы семья вдвоем. Он сам декан служит. В общем, у нас такое полное замыслие. Везде мы вместе. И в храме. Ну, как-то... Ну, слава Богу, благодарю за все. Клауш лучше. Действительно. И учимся. Он в академии, я по музыке все там. На Регинский съезд ездила. Вот в том году, год назад. В Москве был. И до сих пор под впечатлением, да? Да, под впечатлением, знакомство. Очень много людей было. Подружились. И служба, патриарши. Хорошо бы так разумеялась. Церковный хор – это своего рода связующее звено между духовенством и прихожанами. Певчие важны не меньше, чем другие участники богослужения. Я посчитала за счастье познакомиться с моей тезкой в квадрате Натальей Васильевной Викуловой, которая, помимо рассказа о своей деятельности, поделилась интересной мыслью о возобновлении на рязанской земле фестиваля духовной музыки в памяти духовного композитора протеерея Михаила Виноградова. Недавно прошел вечер, посвященный ему. Так у него память 12 февраля. Протеерея Михаила Виноградова. Наш рязанский композитор. Известный на весь мир. У него песнопения «Милость мира» поют везде. И за границей, и за рубежом, и в Москве, и у нас. В общем, везде поют песнопения. Настолько оно известно и всем нравится. Но вот на архиерейских воуслужениях и много он всего создал. Много интересного. И мы ему очень мощно отвечали, отмечали этот день много лет. Сейчас немножко поутихло. А так были у нас фестивали. Приглашали на этот фестиваль все коллективы, вообще окружающие Нижний Новгород. Наталья рассказала, что фестиваль этот родился в 2007 году по инициативе Рязанской епархии и при поддержке местной городской власти. В канун дня рождения композитора, в февральские дни, и являлся не только памятью о протеереи Михаиле Виноградове, но и вдохновлял на изучение новых произведений, давал толчок к совершенству имеющихся способностей. А еще Виноградовский фестиваль объединял светские и церковные хоры не только города Рязани. К нам приезжали творческие духовные коллективы и из других областей. Вот бы возобновить добрую традицию. Лиросные хоры выступали, соревновались. Даже и межгород, то есть в нашем городе хоры из других храмов. Так что это было очень интересно. Потом в конце был большой заключительный концерт, приезжали строить Сергею и Лавры. И еще и хор Московской патриархии. Амброй Сеносов приезжал. Он такой очень интересный человек музыкальный. Он тоже все это организовывал, все это отслеживал. А на одном фестивале приезжал очень известный музыкант, митрополит Елецких, Иоаннафан Елецких. Он сам пишет музыку, современный композитор, а мы ее поем. То есть вот он жив-здоров, а мы споем его степенно, каждую субботу. Он приезжал тоже, и тоже места вот мы за лучшее исполнение давали. Сколько же людей интересных, правда, таких вот духовных. Было очень интересно, очень. Это был такой всплеск, филармония вся была битком. И это такое ощущение на целый год было, я не знаю. Это вдохновение на целый год. Да, да, да. Потому что все время конкурс, он как-то подстегивает. Люди начинают работать больше, ну стараться. Ну это нормально. А тем временем чайпитие продолжалось. Владыка еще угощал и угощал желающих отведать архиерейского животворного напитка. За свечным ящиком за происходящим наблюдала Валентина Петровна Бараковская. Конечно, пожилая женщина порядком подустала. Ей пришлось рано вставать и хлопотать наравне с теми, кто моложе ее. Но бодрость духа и задор в ней еще сохранились. И она рассказала нам, как попала в этот храм, и что для нее есть православная вера. А в заключении теплой беседы насыпала чудесного Колева. Теперь-то я знаю точно, что урожай на нашем огороде будет превосходный. Нет сомнений. Это Колева, да? Да, это Колева. Если желаете, пожалуйста, у нас есть. Наложу вам стаканчик Колева. Сами покушайте. Да, можно. Потом посушите. И на участок, когда высохнет, на участок все. Сейчас я вам наложу. Ой, спаси вас, Господи. Я стою 5 часов. Пока дом разожгу, лампадочки. Пока мы молимся, пока мы уберусь. С 7.30 я прихожу в храм. Открываю храм. Уже приходит батюшка. У меня батюшка приходит без 15 в такси. Ну и все. Но вообще ваш храм, он каждый день служба тут идет, да? Нет, у нас в понедельник бывает выходной. В понедельник бывает выходной. А если праздник, то и в понедельник работаем. Вчера целый день здесь. Ночь с цивилизацией два раза приезжала. Не отдохнула. 6 часов сюда пришла. Это так. А мне 78. 78. И вы в пистане сюда ходите, да, получается? Вот здесь помощница основная. Да. Адай основная помощница. Да. Ну не основная, как сказать. Свящая дорога. Ну все равно. А зачем вам это надо? Вот почему вы в 78 лет будете? Ну хожу храм. Хожу храм. Не, ну может просто прийти помолиться, а вы еще и помогаете. Ну просит, я, кажется, помогать. Я здесь давно уже. 15. 15 лет? Да. А до этого вы где были? В суде. В суде? В 35 лет. Ну серьезно? Да. А в суде вы что делали? В секретарем. В секретарем вы были? Ну как, ходила причащена. Ну как, Бога. Я всегда Бога верю. Я как? А всегда, да? Конечно, я причащалась всегда. Исповедоваться ходила, в храм ходила, на праздники ходила. А сами вы местные? Да. Отсюда, Михаилова. Вы здесь родились, выросли? Нет, в Свистово. А, в Свистово? Да. Вот. Кончила, в 8 классах кончила. Так, пошла учиться в десятилетку. Кончила десятилетку и стала работать. Все. Понятно. Прямо в суде стала работать. Суде вот это работало. Даже не 35, а, наверное, 37. Ну вот, наверное, Господь вам дает силы, здоровье и многое лето. Возможно. Возможно. Ну вы сами как чувствуете? Само я считаю, что да. Завязываем. Коливо. Да. Это коливо. Это делается каждый год. Теодор Тиран, да, пятый день, первая неделя. Да. Всегда. Муча, 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 муча. Об этом православном блюде хотелось бы рассказать больше. Активные члены прихода Христорождественского кафедрального собора Михайлова организовали чаепитие для всех, кто молился в этот день, а также приготовили то самое коливо. После вечерней и литургии прежде освященных даров совершала здесь особая служба этого дня, молебный канон святому великомученику Феодору Тирану и освящение Колива, злаков, сваренных с медом. Предыстория этого обряда такова. В 362 году римский император Юлиан Отступник, желая осквернить христиан, которые строго постились в первую неделю Великого Поста, приказал тайно окропить и доложертвенной кровью все продукты на рынках Антиохеи. Ночью епископу Евдосию во сне явился великомученик Феодор, сожженный в 306 году за исповедание веры Христовой. Мученик рассказал о распоряжении Юлиана и дал совет, вместо оскверненной пищи в течение всей недели есть только Колива, злаки, сваренные с медом. Как пост может быть праздником, если такие испытания для души и для плоти? То есть мы же очень сильно себя ограничиваем во многом. И тут праздник. Как вот совмещается ограничение с праздником? С одной стороны, люди привыкли друг друга поздравлять с праздником. Нередко, даже в обычный будний день, когда нет никакого праздника, люди обычно, приходя в храм, друг друга поздравляют с праздником. Во-первых, потому что каждый день практически есть память святого. А память святого – это в каком-то смысле праздник. Его праздник и праздник наш общий с ним, со святыми. С другой стороны, Великий пост – это возможность для каждого из нас взять небесную высоту, устремиться вверх, стать ближе к Богу, чище, лучше, духовнее. Мы нередко воспринимаем праздники слишком обыденно, буднично. Мы к ним плохо готовимся, и они проходят мимо нас, мало заметно, не оставляя глубокого следа часто в нашем сердце, в нашей душе. Великий пост – это время особое, когда все-таки мы стараемся хоть что-то сделать с нашей душой. И для души – это праздник, потому что мы утесняем тело, и мы стараемся оживить нашу душу. И, конечно же, это становится для души праздником. Как настроиться на пост, чтобы пронести, как Вы сказали, в проповеди свои, в однипатерском слове, чтобы не сбиться с этого пути, настроиться и пронести это настроение до финального праздника, воскресенья Христова? Во-первых, нужно усердие. Без усердия, без желания ничего не будет. Потому что трудности будут, будут искушения. Если мы начинаем строго поститься, тело начинает ослабевать, и мы начинаем роптать, раздражаться. Если же здесь все более-менее без искушений, то начинаются другие искушения, внешние искушения, которые тоже нас вбивают с толком. И здесь важно хранить мужество, твердость и постоянство. Ну и, конечно, главный девиз поста – это воздержание. Воздержание в всем, воздержание в отношении пищи, воздержание в отношении наших эмоций, чувств, воздержание в отношении нашего языка. Без воздержания не будет ничего. И, конечно же, нужно смиряться. Если мы не будем смиряться, то мы будем постоянно кого-то осуждать. Вот, как говорил, помните, Авросёксинский, жить не тужить, никого не обижать и никого не осуждать. В этом и состоит и спасение. И это является тоже кратким правилом, краткой программой для Великого Поста. Архиерей, прощаясь с гостеприимным Михайловым в лице заботливых прикажанок Кафедрального Христорождественского собора, поблагодарил их со вкуснейшее Колева и благословил на прохождение Великого Поста в духовной чистоте, добрых делах и молитвенных трудах. Хадык, простите нас Христа ради. Бог простит. И благословите на Великий Пост. Будьте, дорогие братья и сестры, дорогие Михайловцы, будьте неленостны в посте. Михайлов – город, названный по имени Архистратика Божия Михаила, одного из небесных сил. И пусть эта ангельская крепость, сила, бодрость сопровождает вас на протяжении всей спасительной Четыридесятницы. Дорогой Владыка, вновь и вновь разрешите поздравить вас с началом Великого Поста, времени молитвы, покаяния, обдумывания своих поступков. Мы, все священнослужители 1-го и 2-го Михайловских округов, прошедшее воскресенье, впрощенное воскресенье, просили друг у друга прощения, а также у прихожан на вверенных нам приходах. Разрешите, дорогой Владыка, попросите у вас прощения. Простите нам все наши согрешения, велико согреших пред вами словом или делом, или помышлением. Бог вас прости, дорогие отцы и братья. Простите и меня грешно. Бог прости. Хотел бы сегодня поздравить Валентин. Сегодня праздник мученицы Валентины. И сегодня в храме было много причастников с этим именем. Так получилось, что в этом году Пасха ранее, и уже сейчас, по сути дела, в конце февраля, уже начало Великого Поста. Поэтому ваш день ангела пришелся на такое строгое время. Но самое главное – это радость духовная. Вы причастились к святых христовых тайн. И это главный праздник, главное сокровище, главный дар вам от Бога. сердечно вас всех поздравляю, желаю вам помощи духовной. И всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с наступлением Святой Великой Четыридесятницы. Дай Бог всем нам бодрости, неленостного пребывания. Дай Бог, чтобы с ослаблением наших сил, телесных, физических, духовные наши силы, не угасали, но укреплялись бы. Потому что, как говорит Господь, плод не мощна, а дух должен быть бодрым. А нередко у нас бывает так, что вместе с ослаблением плоти у нас ослабевает и дух. Вот этого не должно быть. Дай Бог, чтобы с ослабления плоти дух наш, наоборот, возрастал, возрастал в любви, воздержании, молитве и трезвении. И дай Господь, чтобы Четыридесятница наша была временем для нас радости, духовного веселья и духовной весны. Спаси всех, Христос в гости. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Глубинка провожала архиерея в надежде на новые теплые встречи, наполненные благодатью и легкой радостью желанного свидания в молитвенном взлете с дорогим ладыченькой. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok